Последняя лекция. Сегодня мы будем разбирать примеры геометрического квантования и вот мне приходится делать тяжелый выбор. Я не успеваю рассказать все, что обещал вначале. Я, видимо, расскажу про метаполитическую поправку, чтобы как-то завершить историю про вещественной поляризации, потому что пример с квантованием пространства модулей плоских связностей – это слишком длинная история, чтобы ее вместить даже и в одну пару целую. Хорошо, давайте разбирать примеры. В прошлый раз мы разобрали комплексную плоскость, то есть фазовую плоскость с комплексной поляризацией, как калеровое многообразие, и получили там как пространство состояний пространство Бардмана Сигала. То есть пространство гламотных функций, квадратично интегрируемых с некоторой специальной формулой для нормы. Значит, вот менее тривиальный пример – это сфера, геометрическое квантование сфера, на которую мы будем смотреть как на ЦП1. То есть там калеровая структура, как на ЦП1. Значит, я скажу, какая там… Да, значит, мне нужна симпатическая структура, потому что мне нужно сначала предквантовать многообразие, и нужна комплексная, чтобы была поляризация. Значит, чтобы писать какие-то формулы, я использую две стандартных карты на сфере. Значит, вырезаю северно-южный полюс, у меня есть две стереографические проекции. Значит, на стереографических проекциях я завожу комплексную координату. Значит, так, видимо, здесь я завожу координату Z, а здесь координату W. И вот эта карта покрывает все, кроме южного полюса, и функция перехода на пересечении двух карт W равняется Z-1. Значит, это будет называться там… Сейчас, как сказать… Ну, соответствующая карта на сфере. Вот сфера минус южный полюс будет называться U1, а сфера минус северный полюс будет называться U2. То есть, ну, вот, Z-ка координата на U1, а W-ка координата на U2. Значит, можно задать коллеровую структуру с помощью коллеровых потенциалов. Значит, ну, ладно, давайте сначала без них. Я скажу, что симпатическая форма, которую я хочу, это следующее. k помножить на i dz на dz с чертой поделить на 1 плюс z z с чертой в квадрате. Ну, значит, может… Не знаю, если вы в первый раз видите эту формулу, то, может быть, там удивительно, почему так. Но на самом деле это просто как бы круглая форма объема на сфере, переписанная в координатах стереографической проекции, но нормированная некоторым специальным образом. На самом деле нормированная так, что интеграл по сфере, что площадь сферы вот по отношению к этой два формы равняется 2πk. Вот. Значит, ну, почему 2πk? Значит, да, k здесь – это натуральное число. Почему мне хочется, чтобы площадь была 2πk? Ну, на самом деле потому, что мне хочется, чтобы существовало расслоение предквантования. Оно как раз существует, когда площадь tk и k – это натуральное число. Вот. Значит, хорошо. Такая симпатическая форма соответствует… Да, в другой координате она пишется точно такой же формулой, только вместо z – w. Значит, это… Эту два формы можно вычислить из некоторого выбора коэлерового потенциала. Значит, симпатическая форма выражается через коэлеровый потенциал таким образом. Значит, коэлеровый потенциал есть вот на этих двух картах. На карте у1 его можно выбрать равным 2k логарифм 1 плюс z – z с чертой. И на у2 такая же формула, но через w. И это, конечно, не глобальная определенная функция. Есть переход между двумя картами. Значит, и, собственно, да, этот переход между двумя картами определяет, на самом деле, как устроено предквантовое расслоение. Значит, разница между двумя функциями равняется… Так… Равняется минус 2k логарифм z – z с чертой. Значит… Да, значит, здесь мы занимаемся… Мы включаем k в определение симпатической формы и кладем постоянный план к равной единице. Можно было бы, наоборот, здесь написать формулу без k и сказать, что мы считаем постоянный план к равной единичке на k. Значит, это все равно, как делать. Но, вот, значит, я сделал такой выбор, что k включается в симпатической форме. Значит… Хорошо. Значит, как устроено предквантовое расслоение? Которое, вот, мы обычно обозначали L – красивое. Значит… Ну, можно построить… Для начала… Вот есть две карты. В них локальные один формы связности. Можно построить так, как я говорил в прошлый раз. Значит, определить через kf потенциал… Ну, вот, есть два kf потенциала для двух карт. Значит… Ну, такая же формула, только для второй карты. Значит… И соответствующие один формы связности даются такими формулами… Ну, здесь такая же формула, только в терминах W. И… Значит, разность между этими двумя формами – это дифференциал чего-то. Это что-то является функцией перехода для… Функция перехода между картами для расслоения L. Значит, давайте я напишу тогда ответ, как устроена функция перехода. Значит, она устроена так, что если s – это сечение вот в тривиализации над u2 и есть сечение в тривиализации над u1, то они связаны на пересечении таким образом. e в степени минус и k на аргумент z, в смысле аргумент, как комплексного числа. Значит, вот эта функция перехода. Хорошо. Значит, дальше, если мы интересуемся, как устроено пространство квантования, пространство… пространство состояний. Значит, для этого я выбираю поляризацию. Значит, поляризация выбирается стандартная Келлерово. Значит, то есть одномерное комплексное подраслоение касательного расслоения, параллельное вектору dpdz с чертой в каждой точке. Значит, это поляризация. И тогда я интересуюсь такими сечениями глобальными, которые удовлетворяют уравнению, значит, что квариантное производное вдоль этого вектора, вдоль такого векторного поля, отсечение равняется нулю. Значит, это уравнение легко решается. Значит, ну, нужно его решать по отдельности в карте u1 и в карте u2 и дальше смотреть, чтобы решения сшивались. Значит, это уравнение эквивалентно… Значит, я должен написать его в двух картах. У меня есть s на u1 и, значит, оно… Это делается точно так же, как вот в примере, который я разбирался в прошлый раз с комплексной плоскостью. Значит, если я решаю это дифференциальное уравнение, на u1 у меня возникает решение вида произвольная голоморфная функция поделить на 1 плюс z, z с чертой в степени k пополам. А на u2 у меня возникает какая-то другая произвольная голоморфная функция w, поделить на 1 плюс w с чертой в степени k пополам. Значит, причем они должны быть связаны, как они связаны, вычисляются из этой функции перехода. Они связаны таким образом, что σ2 от w должно равняться σ1 от w в минус 1 умножить на w в степени k. На самом деле, отсюда легко увидеть, что, хотя там голоморфных функций на вот этой карте их много, и голоморфных функций на этой карте много, но тех, которые сшиваются вместе, то есть чтобы голоморфная здесь, голоморфная здесь и был такой переход, таких мало. Значит, они образуют конечномерное пространство. На самом деле, это пространство полиномов в степени k. Значит, решение такой системы – это следующее. σ1 от z обязаны быть полиномом вида а0 плюс 1z и так далее, плюс ak на z в степени k. И тогда σ2 от w – это такой же полином, только с перевернутым порядком коэффициентов. Ак плюс ak в минус 1 на w, плюс и так далее, плюс а0 на w в степени k. Значит, таким образом мы получили конечномерное пространство состояний. Значит, размерность зависит от k. Размерность равняется k плюс 1. Значит, число коэффициентов полинома. Норма состояния или квадрат нормы состояния вычисляется из… Ну, вот в него входит квадрат этого ядра, который здесь возникает. Значит, норма состояния – это интеграл по сфере квадрат значения, скажем, σ1 от z. Значит, квадрат нормы этого полинома определительно 1 плюс z с чертой в степени k умножить на симпатическую форму, которая, в свою очередь, равняется с точностью до какого-то множителя dz на dz с чертой здесь на 1 плюс zz с чертой в квадрате. Ну, вот надо заметить, что если бы здесь появился полином какой-то большей степени, то это выражение разошлось бы. Как раз для полиномов степени k не больше, чем k. Вот как раз они являются квадратично интегрируемыми с такой нормой. Вот. Значит, у такого расслоения есть его другая форма – изоморфное ему расслоение, которое, наверное, вам хорошо знакомо. Которое называется окатая. Значит, вот я говорил в прошлый раз, что это эрмитовое расслоение с неголоморфными функциями перехода, но у него есть изоморфное ему комплексное линейное расслоение. Значит, можно сделать изоморфизм расслоений с помощью локальных неголоморфных функций так, чтобы функции перехода стали голоморфными. Найти эквивалентное расслоение с волной, значит, оно зависит от k, оно изоморфно вот этому, изоморфно вот этому. Но функции перехода здесь уже будут более симпатичные. Здесь сечения на двух картах будут связаны с помощью просто функции z в степени минус k. Значит, это то, что называется расслоение окатая над cp1. Вот, ну и на самом деле эти сечения с волной – это буквально вот эти сигмы голоморфные. Значит, ну и пространство состояния в терминах вот этого изоморфного расслоения. пространство состояния – это просто, значит, это пространство голоморфных сечений вот этого расслоения l с волной. Значит, l с волной, значит, l с волной k, то я на него можно смотреть, как на l с волной 1 в тендерной степени k, если угодно. И, ну вот, это выражение, значит, размерность этого пространства сечений можно вычислять с помощью теоремы об индексе, как я говорил в прошлый раз. И выражение через… да, с одной стороны, вот мы посчитали размерность прямо из… прямо посчитали. С другой стороны, из теоремы об индексе вот можно заметить, что получается такой же ответ. Значит, ответ из теоремы об индексе – это ответ такого типа, что нужно проинтегрировать по нашему многообразию, по cp1. Значит, что проинтегрировать? Проинтегрировать E в степени симплектическая форма, значит, которая у нас… она зависит от k, омега-ката, поделить на 2π, умножить на класс Тодда касательного расслоения, который для cp1 равен… почему он равен? Он равен единичке плюс омега, вот, равно 1 пополам. Сейчас, правильно? Нет, неправильно. Ну, 2π. Значит, ну, это выражение равняется… Ну, понятно, мы должны отсюда выделить 2 форму. Значит, это раскладывается как 1 плюс k на омега-1 поделить на 2π. Значит, единичка на единичку нас не интересует, потому что это 0 форма. Нас интересует k умножить на эту штуку и 1 умножить на эту штуку. Получается k плюс 1 умножить на интеграл от омега-1 поделить на 2π, и это единица. То, что нужно. Значит, в случае, когда мы разбирали плоскость с комплексной полиализацией, мы обсуждали, какие там функции являются квантуемыми. Здесь можно тоже заниматься таким же обсуждением. Значит, на самом деле квантуемые функции связаны с однопариметрическими семействами… Есть какой-то вопрос? Квантуемые функции, значит, связаны геометрически с однопариметрическими семействами… Однопариметрическими подгруппами в группе симплектоморфизмов, которые сохраняют поляризацию. Значит, здесь сохранение поляризации – это симплектоморфизмы, которые, собственно, сохраняют Келлерову структуру. В данном случае это означает, являются изометриями, изометриями круглой метрики на сфере. Вот таких… Кто такие изометрии круглой метрики на сфере? Это, на самом деле, просто повороты сферы с помощью группы SO3. Значит, соответственно, квантуемые функции связаны с действием SO3 на сферу. И это все квантуемые функции по теореме, которая обсуждалась в прошлый раз. На самом деле, как тоже обсуждалось, при квантовании возникает, вообще говоря, проективное представление группы, действовавшей на исходном фазовом пространстве. Значит, появляется проективное унитарное представление на пространстве состояний. И, в итоге, на самом деле, возникает проективное представление SO3. То есть, проективное представление, унитарное представление на пространстве состояний, ашкатом. Проективное представление означает, что это, на самом деле, честное представление ее центрального расширения SO2. Здесь, на самом деле, есть честное представление. Значит, если смотреть на представление алгебры, то есть брать инфинитоземальную часть этого представления, то возникает представление алгебры Ли-СО3, унитарное представление на пространстве состояний. И давайте я напишу ответ. Значит, я не буду писать вычисления, напишу ответ. Значит, ну вот можно брать комплексную форму СО2 и там выбрать стандартные генераторы EFH с коммутационными соотношениями. Значит, H с E коммутирует на 2E, H с F коммутирует на минус 2F, и E с F коммутирует на H. Тогда представление на пространстве состояний, которое здесь возникает, это следующее. Значит, я реализую пространство состояний полиномами от Z. Вот такими. Значит, полиномы преобразуются следующим образом. H действует как такой дифференциальный оператор. 2ZDPDZ минус K. В смысле, минус K умножить на тождественный оператор. Имеется в виду умножить на тождественный. То есть не буду его писать. Значит, F это производная по Z. H это минус Z в квадрате ДПDZ плюс K умножить на Z. Что ж ты? Два раза H. Да. Значит, сейчас E и E. Значит, ну, одно наблюдение состоит в том, что эти три дифференциальных оператора сохраняют пространство полиномов степени K. То есть, допустим, вот этот оператор вроде как увеличивает степень полинома, но можно заметить, что на самом деле он не переводит полином степени K в полином степени K плюс 1, потому что старший коэффициент тут как раз удачно превратит степень K плюс 1 сократиться. Значит, эти три дифференциальных оператора сохраняют это пространство, таких полиномов, и удовлетворяют этим соотношением. Ну и вот они возникли, на самом деле, из процедуры квантования, что нужно взять генераторы, нужно взять гамильтонианы, которые производят гамильтоновые векторные поля, для которых соответствуют действию алгебрии SO3 на сфере. Это будут три некоторых функции на сфере, соответствующие этим ЕФРАЖ. Эти три функции на сфере, значит, их нужно предквантовать с помощью стандартной формулы предквантования, формулы Костанта-Сурео, и эти операторы предквантования сохраняют пространство квантования, то есть пространство сечений таких вариантов на постоянной вдоль поляризации. Вот и на этом подпространстве, на пространстве таких сечений они дают вот эти три формулы. На самом деле, эта история является прототипом, не прототипом, а самым простым примером метода орбит Кириллова. Здесь на сферу можно смотреть, как на пример орбиты коприсоединенного представления алгебры Ли. Значит, я не буду рассказывать про мне от Кириллова подробно, я, значит, только самую общую мысль скажу. Так, значит, общая мысль метода Кириллова состоит в следующем, что, ну вот, есть какая-то группа Ли, у нее есть, значит, она действует на, у нее есть коприсоединенное представление на двойственном пространстве к алгебре Ли. Значит, коприсоединенное представление, представление, можно взять орбиту какой-то точки здесь под действием группы, значит, на ней G действует транзитивно, и на ней есть симплектическая структура, ну, откуда она берется, например, она берется, если угодно, из пуассоновой структуры на G со звездочкой линейной, которую я описывал где-то ближе к началу курса, значит, на G со звездочкой есть линейная пуассоновая структура, где, если так, если в координатах, то пуассонов бивектор задается как сейчас, как это сказать, сейчас, ну, в смысле, структурные константы, структурные константы, да-да-да, сейчас, видимо, да, так, что-то мне не сошлось, вот так, да, значит, и, да, это стандартный, есть стандартный пуассонов бивектор, значит, пуассоновой структурой Кириллова-Костанта-Сурео, она называется, она же со звездочкой, значит, у нее есть симпатические листы, значит, можно, по основному многообразию вообще расслабиваются на симпатические листы, значит, ну, как-то мы не обсудили подробно по основному многообразию, но, в общем, важно, что пуассоновый бивектор локально задает слоение, так, что на, собственно, на слоях возникает симпатическая структура, значит, ну, откуда берется слоение, ну, потому что пуассонов бивектор задает отображение из Ко-касательного пространства к многообразию, где оно живет, в касательное, из Ко-касательного расслаяния в касательное, и вот его образ, образ этого Пи с диезом в каждой точке, это, собственно, некоторое подпространство касательного пространства, и все вместе эти подпространства задают интегрируемое распределение, и оно интегрируется до слоения, по теореме Фрабениус, это слоение есть, слоение на симпатические листы, значит, в каждом таком листе есть симпатическая структура, которая приходит из пуассонов бивектора, вот здесь, в частности, симпатическими листами являются орбиты, на них возникает симпатическая структура, значит, далее, значит, не все, да, дальше идея в том, что мы хотим квантовать орбиты, квантовать, как симпатические многообразие, но откуда берется симпатическая структура, я сказал, но, значит, понятно, что не все орбиты можно квантовать, потому что уже для предквантования нужно, чтобы выполнялось некоторые условия целочисленности для симпатической структуры, поэтому, на самом деле, мы интересуемся только целочисленными орбитами, значит, целочисленные орбиты, значит, это такие, для которых соответствующая симпатическая структура имеет поделить на 2π имеет целые периоды, значит, соответствующий класс во вторых гомологиях целочисленный, тогда существует расслоение предквантования, и на самом деле поляризацию тоже можно получить, значит, можно построить Келлеровую структуру на орбитах просто пользуясь тем, что существует действие группы и построив просто комплексную структуру в касательном пространстве какой-то точке к орбите можно разнести с помощью действия группы и построить глобальную Келлеровую структуру, то есть можно построить G-совместимую Келлеровую структуру вот, ну и тогда значит, можно заниматься геометрическим квантованием, возникнет некоторое пространство состояний для целочисленной орбиты и квантуемыми функциями там как раз будут являться гамильтонианы генераторов инфинитезимального действия группы то есть группы действуют симплектоморфизмами в частности значит, мы интересуемся инфинитезимальными симплектоморфизмами у них есть генераторы генераторы задаются отображением моментов которое тоже я обсуждал некоторые моменты отображение моментов на самом деле это просто и есть вложение орбиты в G со звездочкой то есть координаты на G со звездочкой дают набор функций на орбите и этот набор функций является квантуемым ровно это произошло со сферой сфера сидит в R3 которая можно понять как двойственное пространство калгебрии SO3 там возникло три квантуемых функции эти три квантуемых функции на самом деле они связаны просто с координатами на R3 ну вот значит таким образом возникает представление возникает унитарное унитарное ну возможно проективное представление вот группы G на на пространстве состояний HO ну и дальше есть там теорема что для для групп специальных классов таким образом строится можно построить все унитарные представления вот но значит я не хочу дальше туда углубляться но вот как бы идея просто в этом нужно геометрически квантовать орбиту куберсоединенного представления хорошо значит другой пример не буду рассказывать настолько подробно значит пример тор значит произведение двух окружностей тоже значит на торе бывают бывают вещественная поляризация большая редкость но вот как раз на торе она есть ну бывает комплексная поляризация сейчас посмотрим на тор с комплексной поляризацией значит на тор можно смотреть как на значит стандартную фазовую плоскость по модулю с лочисленными решетками z плюс z значит с координатами q и p значит квадрат со склеенными сторонами значит комплексных структур на торе много неэквивалентны значит они классифицируются значением модулярного параметра tau и значит чтобы говорить про комплексную структуру удобнее представлять тор как фактор комплексной плоскости со стандартной структурой по решетке z плюс tau z tau это фиксированное комплексное число с положительной мнимой частью значит здесь есть да здесь берется стандартная комплексная структура на c значит здесь берется стандартная симпатическая структура dq dp значит переход задается формулами z равняется q плюс tau p здесь q и p от 0 до 1 1 ну вот значит сейчас я изменяюсь так это да это не совсем правильно написал на самом деле умножить на 2 пика потому что мне нужно чтобы площадь тора была снова 2 пика для того чтобы существовало предквантовое расслоение так значит хорошо ну давайте так я постараюсь как-то сократить детализацию с которой можно делать этот пример значит ну вот возникает ну хорошо так значит да поляризация это задается векторным полем dpdz с чертой комплексным значит так значит хорошо я не хочу сразу описывать как устроено предквантовое расслоение но оно задается некоторыми функциями перехода значит ну вот давайте я скажу как устроено пространство пространство параллельных сечений значит оно устроено так что значит я использую тревиализацию этого расслоения на вот собственно этом квадате но там возникает некоторая функция переклейки когда я склеиваю одну сторону с другой значит сечение такое сейчас я так 2 е в степени 2 пика поделить на мнимую часть тал z в квадрате минус z z с чертой поделить на 4 умножить на некоторое с волной от z которая в свою очередь голоморфна значит где с волной голоморфна значит я буду строить сечение как расслоение l через функции которые существуют на всей плоскости но обладает некоторыми свойствами два периодичности значит нули кваде два периодичности значит s голоморфна на комплексной плоскости и обладает такими свойствами что z плюс 1 равняется z от z и s от z s с волной от z плюс tau равняется значит некоторая функция перехода умножить на s с волной от z значит ну вот эти функции эти условия квази-два периодичности они на самом деле описывают сечение некоторого голоморфного расслоения вот голоморфной версии вот вот этого L значит L с волной kt значит и можно явно строить явно строить такие такие голоморфные сечения такие голоморфные функции на плоскости с такими условиями два периодичности они строятся через на самом деле через эту функцию якобы я просто напишу ответ что значит можно построить k таких функций голоморфных с такими свойствами значит они строятся таким образом значит это это функции уровня уровня k если угодно значит от z и модулярного параметра tau значит здесь j это число по модулю k целое число по модулю k значит они даются как такие такие бесконечные суммы значит e в степени 2pi и k n плюс j пополам сейчас так на самом деле формула очень похожая на на собственно определение тета-функции якобы в виде бесконечного ряда и можно свести буквально от этой функции якобы но значит в данный момент это не очень важно но как бы есть некоторые спецфункции их k штук значит они обладают ровно вот этими свойствами как значит эти свойства элементарно увидеть просто из этого из этой суммы вот значит то есть вот ответ в том что вот это с тельда это это сумма таких т т т т т же т т т т к житых с какими-то коэффициентами это общий общий ответ здесь значит и давайте напишу формулу для для нормы состояния нормы состояния это интеграл по по Тору значит от значит чего е в степени минус 2 пик к так так здесь мне удобнее использовать вещественную координату п значит умножить на норму вот соответствующей комбинации т т т функций в квадрате умножить на симпатическую форму значит и на самом деле вот то что мы тут нашли камерное пространство сечений пространство угломочных сечений совпадает с ответом который дает теорема об индексе значит почему потому что значит не возникает поправки то есть поправка к возникает из класса Тодда в теореме об индексе класс Тодда для для Тора равен единице поэтому значит ответ из теоремы об индексе это тоже что разменность равен цикан вот общий ответ для для поверхности рода G значит для поверхности рода G тоже можно заниматься геометрическим квантованием значит там нужно ввести симпатическую структуру которая приписывает площадь 2 пика и тогда тогда существует предквантовое расслоение и тогда количество сечений значит количество угломочных сечений или размерность пространства пантования равняется равняется K плюс половина Эллеров характеристики вот но это ответ для K достаточно большого для K слишком маленького тут для K достаточно маленького это неправда потому что мешаются старшие гомологии в теореме об индексе так хорошо значит теперь дальше дальше мы снова вернемся к вещественным поляризациям значит пусть снова P вещественная поляризация рассмотрим какое-то предквантуемое симпатическое многообразие с вещественной поляризацией значит тогда вот интересная ситуация возникает если слои поляризации то есть если слои это подмногообразие но они могут быть не односвязаны значит для каждого слоя для каждого слоя поляризации предполагая что что слой это подмногообразие возникает характер его фундаментальной группы возникает характер значит как-то его обозначить Хи Л который стреляет из фундаментальной группы слоя в группу О1 значит откуда он возникает возникает из того что у нас есть связность в расслоении предквантования значит эта связность если я ограничу расслоение предквантования на L она станет плоской значит у меня есть расслоение предквантования над симпатическим многообразием но если я ограничусь на лагранжево подмногообразие здесь на слой вот этот самый L То связанность станет плоской Как раз потому, что ее кривизна равнялась симпатической форме Сточностью до множителя Если ограничить нолагранжу под многообразие То, конечно, кривизна станет равна нулю Значит, у меня Здесь есть ограничение этой связанности И я могу вычислить голономию этой связанности Вдоль произвольной петли в слое L Если петля стягиваемая, то ничего интересного Потому что связанность плоская Но если петля не стягиваемая, то может получиться Голономия будет равна какому-то числу комплексному модулю, равному единице И эти числа образуют представление P1 Вот возникает такой характер Значит, возникает как голономия связанности В предквантовом расслоении Тогда на этом слое существует параллельное сечение этого расслоения Тогда и только тогда, когда не равное нулю Тогда и только тогда, когда Голономия связанности равна единице Существует сечение L Тогда и только тогда, когда этот характер равен нулю Извиняюсь, не равен единице Это тривиальный характер Извиняюсь, параллельное сечение Параллельное Таким образом, отбирается некоторое подмножество Среди всех слоев поляризации Этим условием Условием, чтобы характер был равен единице Значит, по определению объединения этих слоев Называется подмногообразие бороза Мерфельда Значит, объединение слоев L поляризации Вот с этим свойством Называется подмногообразие бороза Мерфельда Значит Ну если мы хотим заниматься геометрическим квантованием И строить пространство состояния в такой ситуации То понятно, что возникает проблема Потому что вот есть много слоев поляризации Но параллельное сечение обязано быть равно нулю везде Кроме некоторого дискретного набора слоев Удовлетворяющих этому условию То есть в этом случае Ну, некоторый выход состоит в том Чтобы рассматривать такие обобщенные сечения Как бы с коэффициентами в обобщенных функциях И говорить, что пространство состояния Это такие вот обобщенные сечения Которые сосредоточены только на слоях Удовлетворяющих этому условию Равны нулю на остальных слоях Значит, ну какого... Что-то такого типа Вот сумма по слоям Удовлетворяющих этому условию Значит, какая-то вот дельта-функция На этом слое То есть дельта-функция в нормальных направлениях Множить на вот Какое-то стандартное Стандартное параллельное сечение Вот, которое Не знаю, как-то его вот обозначить С, С, Дж Вот это сечение На С, Дж Ну, на коэффициент Значит, всего тут Есть некоторый набор коэффициентов Это образует электронное пространство Может быть конечномерное Может быть бесконечномерное То есть это Это горизонтальное сечение Извиняюсь, я иногда говорю горизонтальное Иногда параллельное Это значит одно и то же Горизонтальное сечение Над Эльджей Вот, ну, пример Значит, пример Один это Проколотая плоскость фазовая Значит, сейчас увидим Почему проколотая Значит Плоскость со стандартной Симпаттической структурой Но, значит, хочется отсюда Выкинуть ноль Точку ноль Значит, на ней Мы рассматриваем Функцию Которая нам Хорошо знакома Как гамильтониан Гармонического осциллятора И вводим Такую поляризацию Слои, которые Это Линии уровня Этой функции То есть Значит, слои Поляризации Это Концентрические окружности Ну, вот именно поэтому Я выкинул ноль Потому что Если бы не выкинул То здесь бы это была Не поляризация Значит Значит, это Поляризация Со слоями Аж минус первое Положительных чисел Значит, вот такой слой Давайте назовем Илье Значит, можно посчитать Да Значит, здесь мы берем Стандартную симпаттическую структуру И стандартную Стандартное предквантовое расслоение Которое тривиально Из Одинформы связанности ПДК Значит, можно вычислить Голономию Этой связанности Вдоль Вокруг такого слоя Значит, голономия Вокруг такого слоя Голономия связанности Вот на облаз С этой один формой Вокруг этого слоя Равняется Некоторому комплексному числу По модулю равному единице Равняется Е в степени Так Е в степени И поделить на H 2П Е Значит, ну На самом деле Понятно, что она должна равняться Е в степени И поделить на H Интеграл от ПДП Вдоль Вдоль Кривой Значит, вычисляется Не знаю, с помощью Терема Стокса, например Получается вот это Значит, таким образом Условие, что Голономия Равняется единице Значит Условие, что Голономия равняется единице Выделяет Специальный набор Слоев поляризации Значит, подмогообразие Бора Заммерфельда Равняется Объединению таких листов Для которых Ежитое равняется Равняется чему? Сейчас как-то у меня странно Нет, нормально Равняется Н умножить на H Где N Это натуральное число Ну вот Значит Ну и тут снова можно заметить Что мы получили Некоторый Дискретный набор Уровень энергии Для гармонического Осциллятора Который не совпадает С тем, который возникает При каноническом Квантовании Отличается на Сдвиг на H пополам Ну вот Как раз этот эффект Объясняется Метаполитической поправкой До которой я Может быть дойду А может быть не дойду Сегодня Но это некоторый Как бы Способ Вспомнить о том Что в этой картинке Должны быть Полуплотности О которых мы как-то Успели забыть Вот если о них Вспомнить То на самом деле Возникает снова Эта поправка Значит Хорошо Значит Другой пример Другой пример Который я Не буду разбирать В деталях Это если Взять снова Тор Но с вещественной Поляризацией Значит Тор Как Р2 поделить На З в квадрате С вещественной Поляризацией ДПДП То есть На картинке Это поляризация Вертикальная Значит Слои Вот такие Окружности Значит Если В склеенном виде То Вот слои Значит Симплектическая Структура 2 пика ДКДП Значит Чтобы площадь Равнялась 2 пика Тогда существует Предквантовое Расслоение И Значит Дальше Вот можно Вычислить Голономию Для Для вот Каждой такой Окружности Проходящей Значит Окружность Где Ку равняется Ку с ноликом Значит Можно Вычислить Голономию Голономию Вот Связности Предквантового Расслоения Вдоль Такого Слоя Поляризации И она Оказывается Равна Е в степени 2 пи К Ку с ноликом Таким образом Для того Чтобы Голономия Равнялась Единице Нужно Чтобы Ку с ноликом Имело вид Какое-то Целое число Подразделить на К Ну и вот Снова Значит Здесь мы находим Что есть Поднагоблезом Бороза Мерфельда Состоит из К К Окружностей Такого Типа Где Ку с ноликом Имеет Такой вид Где Джей Значит Это Целое число По модулю К То есть Здесь Пространство Состояние Вот имеет Такой вид Но Размерность Тоже Равняется К Та же Размерность Которую Мы Насчитали В В случае Скеллеровой Поляризации Где там У нас Возникали ТТ-функции Значит Здесь у нас Не возникает Никаких хитрых Обобщенных функций Зато возникают Обобщенные Сечения Сосредоточенные На вот К Окружностях На постоянной Вдоль этих Окружностей Так Теперь Да Теперь я должен Что-то рассказать Про Метаполитическую Поправку Так Давайте Что-нибудь Сотру Ну вот Есть С одной стороны Мы забыли Некоторую часть Структуры Которую Использовали Когда обсуждали Анзац ВКБ А именно Историю Про Полуплотности С другой стороны Значит Ну вот Конструкция Геометрического Квантования Как я ее Сейчас Рассказывал У нее есть Есть некоторые проблемы Например Значит Проблема Номер один Как строить Как строить Нормы Состояний В случае Вещественной Поляризации С некомпактными Листами Потому что Тогда Если просто Пытаться Интегрируясь По всему Симпактическому Многообразию Смерой Задаваемой Симпактической Формой Объема То Будет Получаться Расходящийся Ответ Один вопрос Это Как строить Норму Как строить Эрмитово-скалярное Произведение На Пространстве Состояний Это Один вопрос А Другой Значит Очень важный Вопрос Это О том Можно ли Как-нибудь Сравнивать Ответы Сравнивать Пространство Состояния Для разных Поляризаций И еще Есть вопрос Куда делась Поправка Маслова Ответы На все Эти Вопросы Они Заключаются В введении Некоторые Поправки В конструкцию Которая Называется Метапректическая Поправка Значит Я про нее Смогу Рассказать Без Как бы Очень Больших деталей Это вещь Немножко Техническая Но Что смогу То расскажу Значит Метапректическая Поправка Здесь Есть такая История Про Так называемые Мета Ж Структуры Значит Если Есть Центральное Расширение Группы С помощью Какой-то Абелевой Группы К И Есть Главное Ж Расслоение Есть Главное Ж Расслоение Над Каким-то Многообразием То Ассоциированное С этими Данными Мета Ж Расслоение Мета Ж Расслоение Это следующее Значит Давайте Обозначим Это отображение Ру Значит Мета Ж Расслоение Это Пара Состоящая Из Расслоения Со структурной Группой Ж С волной Значит Какое-то Расслоение П с волной Со структурной Группой Ж с волной Над М И Отображение Из Тотального Пространства П с волной В П Такое, что Такое, что Ж с волной Эквивариантно То есть Если я возьму Какой-то Элемент Здесь И какой-то Элемент Из Ж с волной Не знаю А Из Ж с волной То Значит Это Отображение Называется Фи Тогда Фи От Х На которое Подействовано А Здесь я просто Использую структуру Главного Расслоения Равняется Фи От Х На которое Подействовано Значит Элементом Из группы Ж Ро А Значит Ну вот Мета Ж Структура Это Такое Как бы Поднятие Ж Расслоения Даже с волной Расслоения Вот Эквивариантного В таком смысле Значит Есть Стандартный Да Есть Понятие Эквивалентности Мета Ж Структур Значит Мы говорим Что Два таких Поднятия Эквивалентны Два метража Расслоения Эквивалентны Эквивалентны Если Существует Дифиоморфизм Дифиоморфизм Пси Из П1 с волной В П2 с волной Значит Такое Что Во-первых Должен быть Ж Ж Сволной Эквивалентны Эквивалентны То есть Он должен Сохранять Слои Переводить Слои В слои В этих Расслоениях Ж Эквивалентны Значит Такое Что Фи Два Скомпозированная С Пси Дает Фи 1 Значит Самый стандартный Пример Такой Структуры Это Спин Структура Значит Если есть Пример Такой Структуры Если есть Ориентированное Риммоного Многообразия Ориентированное Ориентированное Риммоного Многообразия Тогда Значит Что там Есть Есть Расслоение Значит На нем Есть стандартное Главное СОН Расслоение Если оно Имеет Размерность Н Значит Расслоение Артономированных Касательных Артономированных Касательных Реперов Значит Ф Ф От М Значит Главное СОН Расслоение Расслоение Ортономированных Касательных Реперов Значит И есть Есть Стандартное Центральное Решение СОН Извиняюсь СОН Значит Которое Дается Духлистным Накрытием Группы Которое Называется Спин Н Значит Это Центральное Решение С помощью З2 Значит Ну В частности Для СО3 Значит Спин Соответствующая Спингруппа Это СУ2 Вот Значит Есть такая Группа Которая Накрывает Два К одному Группу СОН Значит Соответствующая Соответствующая Мета СОН Структура Называется Буквально Спин Структурой Значит Спин Структура Это Мета Мета СОН Расслоение Мета СОН Расслоение Значит Для Существования Спин Структур Есть Некоторые Некоторые Препятствия Значит Она Может Существовать Только Если Второй Класс Штифеля Витни Для М Равен Нулю Вот А Если Спин Структуры Существует То Их Тогда Много Значит Их Много Они Классифицируются Первыми Гомологиями М С Коэффициентами З2 Значит Они Образуют Главное Однородное Пространство Над Первыми Гомологиями То есть Там Нет Какой-то Выделенной Спин Структуры Но Их Можно Двигать С Помощью Таких Элементов Значит Хорошо И вот То Что Возникает В истории Про геометрическое Квантование Это Структура Похожего Типа Только Где Ж Это Не Не Ортогональная Группа А Группа Симплектоморфизмов Значит Вот Возникает Метаполектическая Группа Значит Вот Как бы На самом деле Да Просто существует Единственная Такая Группа Которая называется Метаполектическая Группа Значит Зависит от Н Натурального Числа Которая Двухлистно Накрывает Два к Одному Накрывает Симплектическую Группу То есть СПН Это Группа Симплектоморфизмов Пространство R2 Со стандартной Симплектической Формой ДПДКУ Значит Двухлистное Накрытие Значит Называется Метаполектическая Группа Метаполектическая Она Отсюда Определяется Единственным образом Из этой Последовательности Значит Метаполектическая Структура Это вот Структура Такого Типа Как Сказано Сверху Значит Если есть Симплектическое Многообразие Симплектическое Многообразие Тогда Можно ввести Значит Расслоение Симплектических Рэперов Или Рэперов Дарбу На М Ну то есть Понятно Это наборы Из Два Н-касательных Векторов Которые Значит Таких Что в терминах Этого базиса Симплектическая Структура В данной Точке Имеет Стандартную Форму Форму Дарбу Значит Это Расслоение Симплектических Рэперов И здесь Это Главное СПН Расслоение Ну и вот У него Может существовать А может не существовать Такое Метапрактическое Поднятие Значит Ну вот Такое 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 Расслоение Со структурной Группой Вот МПН Вместе с таким Отображением Называется Метапрактической Структурой И тут Важно Что Что Вот Это отображение Является Частью данных То есть Например Метапрактическое Расслоение Может быть Тривиальным Но нетривиальность Может происходить Из отображения Значит Тут опять Есть Некоторое Гомологическое Препятствие Для существования Метапрактической Структуры На самом деле Препятствие Такое же Как здесь Значит Нужно Чтобы второй Класс Штифель-Витни Равнялся Нулю И тогда Метапрактических Структур много И на самом деле Ровно столько же Значит Они тоже Образуют Торсер Над Первыми Гомологиями С коэффициентами ВЗ2 Значит Ну вот Некоторый Пример Значит Пример Метапрактические Структуры На проколотой Плоскости Значит Рассматриваем Снова Проколотую Плоскость Значит Будем подначить Сверху С точкой Сверху Значит Да Поскольку Значит Группа СП1 Которая Которая На самом деле Изоморфна Специально Линейной Группе Матриц 2 на 2 Значит Она Связана В частности И Соответствующая Метапрактическая Группа Ее Духрисное Накрытие Тоже Связано Тоже Связано Значит Отсюда Вытекает Что Что Расслоение Главное Расслоение С Группы СП1 И МП1 Тривиальны Могут Быть только Тривиальны Над проколотой Плоскостью Значит Таким Образом Если мы Интересуемся Метапрактическими Структурами То То И Ф С Волной Это просто Проколотая Плоскость Умножить На МП1 Тривиальное Расслоение А Ф Это Проколотая Плоскость Умножить На СП1 Вот Но тем не менее Значит Отображение Да Откуда Откуда берут Отображение Фи Значит Для того Чтобы Взять Отображение Фи Давайте Выберем Какое-нибудь Отображение Произвольно Гладкое Отображение Из проколотой Плоскости В Симплектическую Группу СП1 Значит Тогда Фи Строится Таким образом Посылает Элемент Х А Где Х Из проколотой Плоскости А Из метапрактической Группы В Х Фи От Х Умножить На Ру От А Где Ру Это Двухлистное Накрывающее Отображение Из метапрактической Симплектической Значит Это Буторяет Аксиомам Метапрактической Структуры Значит Их нужно Рассматривать С точностью До До Эквивалентности И оказывается Что Значит Давайте Не буду Доделывать Упражнение До конца Но Если Есть Два Таких Отображения То Они задают Эквивалентные Метапрактические Структуры Тогда и только Тогда Когда Они Определяют Один и тот же Класс В Сейчас скажу В чем В Фундаментальной Группе СП1 По модулю Образа Фундаментальной Группы МП1 Образы По отношению К Извиняюсь У меня тут Совсем закончилось место Значит Давайте Здесь Допишу Эту формулу Значит Фи1 И Фи2 Эквивалентны Сдают Один и тот же Класс Фундаментальной Группе СП1 По модулю Фундаментальной Группы МП1 А точнее Вот его Образа Под действием Ро Значит Это З Это З Но вложенный Сюда Как Четные Числа Поскольку Ро Это Двухлистное Накрывающее Значит Фактор Изоморфин З2 И Отсюда Значит Отсюда Следует Что на самом деле Существуют Две Два Класса Эквивалентности Метаполитических Структурно Проколотой Плоскости Вот Они Строятся Таким Образом Представители Этих Классов Ну вот Значит А дальше Дальше Значит К сожалению История Про Мета Ж Структуры Не закончена Значит Дальше Дальше Да Есть такая История Что Нам нужна Мета Линейная Группа Которая Возникает Следующим Образом Она Сидит Значит В СП Н Сидит Группа Ж Л Н Стандартная Группа Образимых Матриц Н Как она Сюда Вложена Она Сюда Вложена Как Матрица Вида А на А в минус 1 Значит Блочной Диагональной Матрицы А в минус 1 Которые Сейчас Извиняюсь Наверное Минус 1 Транспланированный Значит Симплектоморфизмы Которые Сохраняют Стандартное Лагранжевое Расщепление Значит Симплектоморфизмы Сохраняющие Стандартное Лагранжевое Расщепление Расщепление R2N Как RN Плюс RN RN Плюс RN Значит Ну вот Здесь Здесь сидит Такая Подгруппа И Значит У нас есть Двухлистное Накрытие Метапрактической Группой И При этом Накрытие Здесь Есть Какой-то Прообраз Метапрактической Группе И он Называется Металинейной Группой Металинейная Группа Значит Ну и естественным образом Тут тоже Происходит Накрытие 2 к 1 Но Вот это Накрытие Топологически Нетривиальное А это Накрытие Топологически Тривиальное То есть Как просто Топологическое Пространство Этот самый ML Это просто ЖЛ Умножить на Пару точек Вот Оно Топологически Тривиальное Но нетривиальное Как группа Значит Как группа Металинейная группа Не изоморфно Не изоморфно З2 Умножить на ЖЛ Как можно было бы подумать На самом деле Ее можно явно описать Она В ней есть кручение Но не длины 2 А длины 4 Значит На самом деле ML И изоморфно З4 Умножить на Матрицы С положительным Детерминантом Значит И это просто Произведение групп Тогда я должен сказать Как устроено Накрывающее Отображение Вот это вот Отображение Ро Оно Устроено так Что Пара Значит Целое число По модулю 4 И матрица С положительным Детерминантом Переходит в Е в степени ИПИ А Умножить на матрицу Вот так мы получаем Матрица Либо с положительным Либо с отрицательным Детерминантом Вот Значит Так Значит И металинейная структура На векторном расслоении Ранга Н Это Вот конструкция Сейчас у меня плохо С местом Значит Значит Металинейная Структура На векторном расслоении На векторном расслоении Это на самом деле Структура Мета Ж структура В смысле Как описано выше На соответствующем расслоении Реперов На векторном расслоении Е Это вот что Нужно взять Расслоение Реперов В Е То есть Е это может быть Касательное расслоение К чему-то А может быть Не касательное А просто векторное расслоение Значит Беру В каждой точке Всевозможные базисы В слое Е Значит Расслоение Расслоение Реперов И для него Вот строил Соответствующее Соответствующее поднятие Вот здесь действует ЖЛ Н Где Н это ранг Расслоения Здесь действует Металинейная группа Ну вот Значит Вы Наверное Не думаете Зачем же все это нужно Совершенно правильно Не думаете Но На самом деле Нужно чтобы объяснить Какой есть еще Геометрический выбор Который Который по секрету Скрыт В геометрическом квантовании Вот Если есть Металинейная Структура Значит Если есть Векторное Расслоение Е Над Каким-то многообразием Есть Металинейная структура В смысле Как Я еще не успел стереть Значит Вот я это Эп с волной Давайте я буду называть Не знаю Металинейное Расслоение От Е Ну Тут есть выбор Как Какой его взять Значит Ему Можно сопоставить Некоторое З4 Расслоение Главное Над М Можно сопоставить Главное З4 Расслоение Нет Ладно Давайте я По-другому По-другому скажу Семь Конечно Можно сопоставить З4 Расслоение Давайте Немножко По-другому Значит Я хочу ввести Связанное С металинейной Структурой Расслоение Полуформ Расслоение Полуформ Полуформ На На Е Значит Кто такое Расслоение Полуформ Значит Это Обозначается Лямбда В степени Половина Или Может быть Это Внешнее Умножение В степени Половина Наверное От Е Значит Это Ассоциированное Комплексное Линейное Расслоение Комплексное Линейное Расслоение Над Тем же Самым Многообразием М Ассоциированное С вот этим С металинейным Ассоциированное С помощью Представления Которое Называется Так Как оно Называется Корень Из Детерминанта Скомпозированного С двухлистным Накрывающим Значит Которое Посылает Значит Элемент Из металинейной Группы Который Пара Из Матрицы С Половительным Определителем И Числа По модулю Равного Четыре Целого Такую Пару Посылает В Комплексное Число Корень Из Детерминанта А На Е в степени А Пи А Пополам Так Видимо Да Значит Это Представление В Комплексных Числах Значит Так Строится Комплексное Линейное Расслоение Значит Ну Как про Это Можно Думать Можно Думать Просечение Такого Расслоения Как про Способ Взять Корень Из Детерминантного Расслоения Для Е Корень Каким-то Образом Правильно Запомненными Знаками Когда Вычисляется Корень Можно По-разному Выбирать Знаки И Способ Согласованным Образом Запомнить Знаки При Для Функции Перехода Это Собственно Есть Выбор Металинейной Структуры Значит Можно Сказать Что Сечение Расслоения Полуформ Это Такая Комплексно Значенная Функция На Металинейном Расслоении Значит Созначная Функция На металинейном Расслоении Такая Что Она Обладает Следующим Свойством Что Функция Лямбда Что Лямбда От Точки В тотальном Пространстве Равняется Лямбда От точки На которую Подействовали Элементам Металинейной Группы Умножить На Детерминант А в степени Половина Умножить На Е в степени ИП А пополам Значит Таким образом Лямбда Это Корень Из формы Объема На Е Значит Аналогично Строится Расслоение Отрицательных Полуформ Полуформ Расслоение Сопряженных Полуформ Значит Ну В отрицательных Мы Меняем Здесь Знак На Минус Одну Вторую В сопряженных Здесь Меняем Знак Значит Отрицательные Полуформы Сопряженные Полуформы Значит И Тут есть Такие правила Игры Что Если есть Допустим Две Полуформы Две полуформы То их Произведение Это Честное Честное Сечение Детерминатного Расслоения Значит То их Произведение Это Честное Сечение В старшей Степени Детерминатного Расслоения Извиняюсь Сечение Детерминатного Расслоения Значит Если есть Форма И Сопряженная И Сопряженная То тогда Не знаю Так обозначить Сопряженная Тогда Альфа На бета С чертой Это Один Плотность В смысле В котором Мы обсуждали Плотность Когда функция Перехода Это нормы Модули Гекобианов Один Плотность Произведение Произведение Положительной Полуформы На Отрицательную Сопряженную Полуформу Это Просто функция Дальше Есть Некоторая Теорема О том Как связаны Метаполектические И металинейные Структуры Значит Если есть Симплектическое Многообразие Есть Симплектическое Многообразие И есть Вещественная Поляризация На нем Вещественная Поляризация И Пусть Есть Да Тогда Метаполектические Структуры На М То есть На касательном Расслоении М На М Находится В взаимно Однозначном Соответствии С Металинейными Структурами На П Значит Ну и Идея Состоит В том Что В том Что Если есть Поляризация То И мы Берем Расслоение Симплектических Рэперов То Структурная Группа Может быть Редуцирована Со всей Симплектической Группы До До Группы Сохраняющей Некоторое Лаганжевое Расщепление В каждой Точке Которое Состоит Из Поляризации Из Поляризации Плюс Значит Нужно выбрать Комплексную Структуру Плюс Второе Лаганжевое Подпространство Которое Получается Действием Комплексной Структуры Значит Таким образом Если мы Потребуем Таким образом Структурная Группа Редуцируется Симплектической До Линейной И таким Образом Метаполектическая Структура Индуцирует Металинейную Структуру Так Значит Теперь Значит Какое-то Все имеет отношение К геометрическому Квантованию Ну вот такое Пусть Пусть есть Симплектическое Многообразие С метаполектической Структурой Значит Метаполектическое Многообразие С вещественной Поляризацией И предквантовым Расслоением И предквантовым Расслоением Л Значит Со своей Предквантовой Связанностью Набло Тогда Вот мы строим Правильное Квантовое Пространство Состояний Подправленное Значит Квантовое Пространство Состояний Это пространство Пространство Сечений Такого Расслоения Нужно взять Ввиду Что Связанность На L Достраивается До связанности На таком Расслоении Потому что Потому что Есть Стандартная Плоская Связанность Вот в этом Линейном Расслоении Которая Берется Из Афинной Структуры На слоях П Как мы Проходили Если есть Вещественная Поляризация Ее слои Имеют Афинную Структуру То есть То есть Плоскую Связанность В касательном Расслоении Вот Значит Это Такой Конечный Продукт Конечный Вариант Геометрического Квантования Как бы Здесь уже Дальше никаких Поправок Нет Значит Можно Как бы Интересоваться Зачем нам Это понадобилось Вот Оказывается Оказывается Такая поправка Очень полезна По Набору Причин Значит Причина Один Что Она позволяет Построить Построить Спаривание Каноническое То есть Эрмитово-скалярное Произведение На элементах Этого пространства Откуда оно Берется Значит Вот Возьмем Хороший Случай Когда Расслаивающий Поляризации Когда В частности Листы Являются Подмногообразиями Фактор Пространства По Поляризации Является Многообразием И Проекция Является Расслоением Давайте я Буду Обозначать Базу Поляризации Как М С индексом Нет Как-то так Плохо Пусть будет Фактор МПП Надо помнить Что это Многообразие Здесь Значит Нет Ладно Пусть будет МС индексом П Не хочется Чтобы мешалось С метаполитической Группой Значит Тогда Есть Такое Как бы Такой Геометрический Факт Что Что П Горизонтальные П Горизонтальные Сечения Расслоения Отрицательных Полуформ На П Это Значит Изоморфны Положительным Полуформам На Факторе Ну то есть Есть такая Общая идея Что Отрицательная Полуформа На Поляризации Это Положительная Полуформа В нормальных Направлениях Здесь Выбор Нормальных Направлений Это Вот Нормальные Направления Значит Таким образом Можно определить Эрмитово-скалярное Произведение Эрмитово-скалярное Произведение Следующим образом Значит Если есть Вот мы рассматриваем Пару сечений Такого Расслоения Значит С1 Множить на Лямбда 1 И С2 Множить на Лямбда 2 Где Лямбда 1 и Лямбда 2 Это Отрицательные Полуформы На Поляризации Квариантам Постоянные То Я могу Определить Скалярное Произведение Как интеграл По По Базе Поляризации Значит Спаривание С1 и С2 Это Просто Функция Потому что Это сечение Эрмитового Расслоения Дальше Я умножаю На Лямбда 1 На Лямбда 2 С чертой Значит А это Поскольку Я отождествляю Лямбда 1 С положительными Полуплотностями Лямбда 2 С чертой Это Сопряженная Полуплотность То Значит Извиняюсь Положительная полуформа И сопряженная Положительная полуформа Все вместе Это Один Плотность И можно интегрировать Канонически Значит Ну и здесь Значит Здесь Убирается проблема Некомпактных слоев Допустим Если мы думаем Про геометрическое Квантование С звездочкой Н С вертикальной Поляризацией Значит Давайте я тогда скажу Так Последняя Мысль Значит Я не успею рассказать Все для чего Хороша Метаполитическая Структура Но Значит Одна Важная мысль Что Она Решает Проблему Перехода Между Разными Поляризациями И Идея здесь В следующем Значит Если есть Две разных Поляризации П1 И П2 Мы конечно Интересуемся Как Как сравнить Как сравнить Два Вот Соответствующих Пространства Состояния Связанных С одной И с другой Поляризацией Давайте допустим Что они В каждой точке Они Трансверсальны Трансверсальны Значит Тогда Симпатическая Структура На многообразии Задает Изоморфизм Между П1 Х И Значит Двойственным Пространством К П2 Х Значит Это задается Симпатической Структурой Значит А метаполиктическая Структура Похожим Образом Задает Изоморфизм Между Расслоением Отрицательных Полуформ На П1 И положительных Полуформ На П2 Но это Пример Того Что я говорил Что Отрицательные Полуформы Направления Поляризации Это положительные Полуформы В нормальных Направлениях Значит Хорошо Таким Образом Если Есть Два Значит Две Полуформы Одна Полуформа Для Значит Отрицательная Полуформа Для П1 А другая Отрицательная Полуформа Для П2 Тогда Их можно Спарить И получить Функцию Можно Их спарить И получить Функцию С помощью Этого Изоморфизма Значит И Если Есть Если Есть Вот Два Вектора Из квантовых Пространственных Состояний То Их Тогда Можно Спарить Таким Образом Значит Спаривание Сигма 1 и Сигма 2 Равняется Там Какому-то Множителю Который Не важен Значит Интеграл По Многообразию От Значит Спаривания С1 И С2 Значит С1 С2 Это просто Сечение Предквантового Расслоения Значит На спаривание Соответствующих Полуформ Значит Умножить На Стандартную Симпатическую Форму Объема Значит Таким Получается Невырожденное Спаривание И В частности Возникает Оператор Б Из Который Отправляет Это пространство Состояния В это пространство Состояния Который Определяется Из Того Что Спаривание Сигма 1 и Сигма 2 Должно Равняться Произведение Сигма 1 И Б На Сигма 2 Здесь Эрмитва Скалярное Произведение Вот это Значит Такой оператор Существует Если Вот нам Дана Пара Трансперсальных Поляризаций И называется Оператор Блатнера Костанта Стернберга Вот Но Значит Его Простейшим Примером Является Ситуация С фазовой Плоскостью Когда есть Поляризация ДПДП И ДПДК Значит В этой ситуации Это преобразование Этот оператор На самом деле Является Преобразованием Фурия Из Функции От К Функции От П Предлагается Это проверить Значит Это такой Каноничный Самый стандартный Пример Вот Но Если Мы знаем Что существуют Такие изоморфизмы То тогда На самом деле Мы умеем квантовать Гораздо больший Класс Функций Чем Чем просто Те Которые Сохраняют Поляризацию Потому что Если есть Функция Более Общего Типа То Значит Идея ее Квантования Состоит в том Что Нужно Взять Соответствующий Соответствующий Однопериметрическое Семейство Симплектоморфизмов Они будут двигать Поляризацию Как бы Ну будут двигать И ладно Потому что Мы теперь можем Предквантовать С помощью формулы Костанта-Сурио Такой симплектоморфизм Он подвинет Поляризацию Но мы ее подвинем Обратно С помощью Соответствующего Оператора Блатнера Костанта-Стернберга Таким образом Рецепт геометрического Квантования Оказывается Применим Гораздо более широко Вот Но к сожалению Значит Нет времени Это рассказать подробно Вот И к сожалению Я не рассказал Один очень содержательный Пример Но это был амбициозный проект Его рассказывать Значит Пример С Виттеновским Квантованием Пространства модулей Плоских связностей На поверхности Вот Ну не знаю Простые примеры рассказал Как бы Если вам интересно Можете Сложные Выучить сами Все спасибо Спасибо